Дикая Африка Здравствуйте Слушайте, ну какого вы нам персонажа привели? Подождите, подождите, что уже? Это вот что значит опаздывать на эфир? Доброе утро! Но мы прежде должны сказать, прежде чем мы поговорим о Дикой Африке, дождитесь окончания нашей беседы, у нас сегодня будет маленький сюрприз, два пригласительных билета для того, чтобы посетить Дикую Африку. Алина, ну теперь давайте к разговору. Как таки вам удалось переселить Дикую Африку на Донскую землю? Рассказывайте. Ну на самом деле это голографическое сафари, шоу. Это 2000 квадратных метров, на которых мы расположили Африку. И мы пытаемся сделать так, чтобы было интересно как взрослым, так и детишкам. Ну судя по интересным, будет не то слово. Самое главное это шоу. Шоу снималось около полугода. Над ним работало несколько дизайнеров. Не обращайте внимания, это у Юли, это стандартно всегда. Давайте продолжать. У нас располагаются экраны 180 квадратных метров. Это шоу, на котором дети и взрослые пытаются спасти племя, помогая девочке ей. Так это еще и квест. Подождите, подождите. Алина, а дети не пугаются вот таких вот животных? Нет. У нас стоит очень много людей по выставке, рядом с каждым экспонатом, которые помогают, рассказывают детишкам. Которые сначала говорят, так, не бойтесь, спокойствие, да? Ну они, да, они помогают детям с ними взаимодействовать, поиграть со всем. Рядом с нашей гориллой тоже у нас постоянно ходят люди, которые помогают сделать детям комфортную обстановку, того, чтобы они не пугались, того, чтобы с ними всегда происходило взаимодействие. А сколько вообще животных там представлено? Какие? Все животные и, в принципе, все голографическое сафари – это современная технология. Мы не держим самих животных у нас на выставке. Собственно, мы основываемся на том, что современная технология может погрузить человека намного интереснее и глубже, показать всю Африку, чем сами животные, которые находятся в клетках. Алина, у меня вопрос. Насколько я знаю, что все голографические животные говорят голосами знаменитостей? Да. Это в связи с чем такое решение было принято? Откуда идея возникла такая? Съемки проходили для нашего шоу на Мосфильме. И когда у нас зашло дело до озвучки, мы решили, что раз мы взялись за такой большой проект и хотим показать такую масштабную страну… Ну, сделать его каким-то особенным. Да. И захотели озвучить с помощью голосов, которые озвучивали когда-то «Однажды в Голливуде», «Ла-Ла-Лэн», «Титаник». И вот этими голосами сейчас у нас говорят все персонажи на «Диафрике». А кто? Не припомните хотя бы нескольких актеров, кто говорит? Сергей Бурнов. Да, да. Сергей Бурнов, ну, естественно. Кто же главный голос Леонардо Ди Каприо в нашей стране? И Горилла говорит его голосом, да? Нет, там молодой человек, которого раскроем секреты, зовут Евгений. Но он мне нам ничего сказать не может, у него нет микрофона. Знаете как? Хочется, ну, колется. Юля, если колется, подойди. Я чувствую, что тебе хочется. Скажите, а есть у животных свой режим? Сон, питание? Расскажите, да. Как обычно? Ой! Вот так, да. А ты думала, он вместе со стулом к нам пришел? Нет. Да-да, Ничка, давай. Евгений, я сворю руку. Евгений у нас находится целый день. И целый день развлекает людей, разговаривает с ними. Ну, какие-то перерывы-то есть хотя бы? Ну, конечно, конечно. Он уходит у нас на перерыв. Жалко бы у него спросить не можем. Да. Так, ну, хорошо. А он единственная живая такая вот фигура, ну, скажем так. На данный момент у нас появился бабочкарий. Это африканские бабочки. Можно посмотреть, как из куколок рождается настоящая бабочка, как она оживает, проживает все свое. Меня взяли в плен. Он такой тепленький. Слушайте, мне напомнила фильм «Кинг-Конг». Помните, там блондинка? Это там майка. Кстати, да, я тоже вспомню этот замечательный голливудский фильм. И большой зверь. У меня такое предложение. Может быть, мы поменяемся, вы поменяете с местами. Потому что Евгений, наверное, уже устал сидеть. Юлечка, возвращайся, пожалуйста, ко мне. А он еще и ходит. Вот, я уже вижу даже по глазам Евгению стало комфортнее. Да, Евгений? Покачайте головой. Вот. Он нас понимает. Он нас понимает, да. А можно ли вот животных, как мы сейчас, потрогать руками? Как таковых животных мы не держим. Ну, вот, то есть, таких вот имеете. Ну, вот такого, да. Его можно потрогать. С ним можно обняться. С ним можно поиграться. То есть, на это Евгений согласен. На это Евгений согласен. Ну, все, прекрасно. Слушайте, а какое-то, я не знаю, возрастное ограничение для детей? Никаких. Ну, взрослые, это же те люди, которые когда-то были детьми. Это тоже дети. Это тоже дети, да. Что в каждом взрослом живет ребенок. И поэтому интересно абсолютно всем. Вот, от малых до великих. Так, а вот какие вот такие вот животные пользуются интересом? Есть какие-то любимые вот персонажи? Ну, вот Евгений качает головой, он, видимо, понимает, о чем мы. Гориллу больше всех любят, либо еще кто-то есть. На выставке, да. Помимо вот таких живых скульптур. И только горилла, или еще какие-то есть? Ну, горилла у нас одной из самых любимых. Это одной из самых. Самых востребованных. Хорошо, Алина, вопрос. Расскажите нам такое понятие, не знаю, связанное с вашим проектом. С Африкой. С Африкой, да. Тропический дождь. Да. А ну-ка, расскажите, что это такое. Прямо аж интересно у нас на Донской земле. Существует имитация дождя. Дождь, это качель. Когда вы садитесь на нее, когда человек вылетает... Качель настоящая. Настоящая качель, да. Когда человек вылетает из-под качели, то дождь, он идет стеной. Как только человек оказывается под качелью, то дождь перестает идти. Тем самым вы можете покататься под тропическим дождем, но оставаться абсолютно сухим. А дождь настоящий? Да. Это самая настоящая вода. То есть ты, получается, еще и можешь немножко намокнуть. Да, да. Мокрый будешь. Мокрый будешь, да. Ну, собственно, как и бывает после дождя. Не знаю, у меня какое-то помутнение разного произошло. Какая-то тропическая дождь. Да, слышно. Арина, скажите, а как вам удалось вообще, как такая идея пришла в голову? Создать вот такую вот выставку? Хотелось рассказать о чем-то интересном, о чем-то большом. Рассказать какую-то очень интересную культуру. Все знают, вроде бы как все слышали об Африке, но никто воочию ее... Ну, увидеть ее воочию, в принципе, да, достаточно очень сложно. И мы решили показать ее более осязаемой, ощутимой. А вы сами в Африке были? Пока еще нет, но очень хочу туда попасть. Так, и хорошо, и как развивалась идея? Вот вы придумали, да, захотелось показать что-то интересное. Дальше вы как-то сами начинали искать? Да. Захотелось показать Африку. Придумали, что будет формат шоу, голограммы, что мы не хотим... Изначально прям было самое первое убеждение того, что мы не хотим держать ни одного животного у нас на выставке. И решили, что будем делать это с помощью современных технологий. С помощью как раз голограмм, которые показываются у нас в шоу. И вот оттуда у нас пошла вся идея, и вся композиция, вся постановка у нас на площади как раз была сделана с помощью всех современных технологий. Те, кто внутри находятся вот этих вот животных, они сколько времени там проводят? Именно Евгений? Да. Ну, он там находится минут 15, потом он отдыхает и выходит обратно. Ну, то есть 15-10, примерно так. Слушайте, а у вас в рамках, я не знаю, я могу сейчас ошибиться, в рамках проекта еще же есть и театр какой-то, да? Или я ошибаюсь? Да. Расскажите, пожалуйста. Это голографическое шоу, театр. Экраны на 180 градусов, в которые посещает каждый человек. Вы заходите туда, вам надевается интерактивный браслет, с помощью которого вам предоставляется возможность спасти девочку и помочь спасти племя. С помощью как раз вот этого браслета вы совершаете какие-то действия, которые помогают ей спасти что-то вот дорогое. Там затрагивается одна из самых главных мыслей, как люди относятся, в принципе, к природе и, в принципе, все человеческое мышление со стороны маленького ребенка. Мне пришла такая идея в голову, слушайте, я просто гений. Сейчас я покреплю щаду, а то я боюсь упаду. А представляешь, через год, два, три будет такая возможность, что мы с тобой сможем появляться в каждой квартире Ростовской области. Желать всем доброго утра. Боже мой, Юля. Гениально. Нам осталось только посетить выставку «Дикая Африка». Вообще, слушайте, ну это прекрасно. У нас же мы обещали сюрприз в самом начале программы. Алина, ну, развучите у нас что сегодня? Два пригласительных. Это два пригласительных билета на выставку. На выставку. И мы готовы их отдать тому, кто правильно дождется окончания нашей программы в 9 часов утра. И первым правильно ответят на какой вопрос, Юля? Какая площадь пустыни Сахара? Вот такой вот вопрос. 201-79-00. Звоните после программы «Утро». Вам необходимо быть первым и ответить. И правильно ответить и назвать в квадратных метрах. Да, мы приблизительности не терпим. Вся цифра должна быть названа точно. Алина, спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо большое. А можно я руку пожму? Давайте, Евгений, давайте, прежде чем мы закончим нашу беседу, попросим. Евгений, а можно вас попросить вот привстать чуть-чуть? Вот. Вот такой вот герой, дорогие друзья, ждет вас. И он желает доброго утра всем ротовчанам, всем тем, кто проснулся. И знаете что? Вот мне кажется, что как в сказке «Красавица и чудовище», если вот любить сильно, то из каждого чудовища может вырасти вот такой вот красавец. О, Боже мой, какой комплимент с утра. Я напомню, у нас в гостях был автор проекта «Дикая Африка» Алина Орлова. Алин, спасибо большое. Не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро. А вот, кстати, по поводу «Дикой Африки». В Африке животные передвигаются просто в сумасшедшей скорость. Я до сих пор вспоминаю мультфильм «Король лев», где показано саванной, там огромное количество звездов, и все так быстро. Ты знаешь, где можно развить скорость? Ну, она же нам нужна. И подготовиться, между прочим, к пляжному сезону. Но если у вас нет возможности посещать спортзалы, то можно это все сделать дома на беговой дорожке и подготовить себя к пляжному сезону. И, кстати, отправиться в Африку потом, соревноваться с животными. Поговорим о беговых дорожках в нашей рубрике под названием «Советы мастеров». В небольшой квартире очень сложно разместить беговую дорожку. Всегда не хватает драгоценного места. Для любителей побегать, не выходя из дома, придумали очень тонкие и удобные тренажеры, которые легко складываются и убираются в нужное место. У такого тренажера есть поручень с элементами управления, но его можно спрятать. Запустить чудо-технику можно всего парой шагов по дорожке. Сейчас появились уникальные беговые дорожки. Их уникальность в том, что они компактны. Компактность сейчас нужна в современное время в квартире. Да и в доме их можно убрать, и они не занимают нисколечки места. Второе преимущество – это амортизация при беге. То есть, когда вы бежите по асфальту по улице, то это вредно для нашего позвоночника. Здесь же присутствует амортизация. А еще они совершенно бесшумны, и когда вы по ним бегаете по квартире, соседей, никто жаловаться на вас не будет. Я думаю, это тоже большой плюс. И возможность включения музыки при занятии спортом – также немаловажно. Дома можно заниматься не хуже, чем в фитнес-центре. Точно так же есть возможность, например, чередовать быструю ходьбу с медленным шагом. Зато какая экономия! К тому же по этой дорожке можно убежать от массы проблем – от инфаркта до лишнего веса. Главное – не лениться и хотя бы несколько раз в неделю посвящать упражнениям.